Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео новости компании Skyway Capital, где мы собираем для вас наиболее интересные события за прошедшую неделю. В этом выпуске вы узнаете, когда вручение памятных монет на Экофесте, новая конференция в Италии, какой новый заказ поступил в Skyway и как прошла выставка в Индонезии. А теперь подробнее о каждой из новостей. В рамках Экофеста 2017 состоится торжественное вручение сертификатов и памятных монет Skyway Inotrans 2016, символизирующих мировую премьеру подвижного состава Skyway четвертого поколения. Напомним, получить памятную монету, символизирующую переход компании на качественно новый уровень развития, можно при условии оформления инвестиционного пакета под названием Inotrans, который был приурочен к одному из самых знаковых событий в истории технологии Skyway. Уважаемые инвесторы, приглашаем вас посетить международную конференцию Skyway, которая состоится в красивейшем итальянском городе Падуэ 13 мая. Приезжайте сами и приглашайте своих инвестиционных партнеров. Будет интересно! Все подробности технологии струнного транспорта, детали предстоящего эко-феста, тренинги для привлечения инвесторов – все это ждет вас на конференции в уютной и красивой обстановке гостиницы «Александр Палас». 13 апреля 2017 года в городе Минск проектной организацией Skyway «ЗАО Струнные технологии» был получен заказ на проектирование городской трассы струнного транспорта в городе Могилеве. Насчет «ЗАО» уже перечислен аванс для проведения проектно-изыскательских работ. Событию предшествовал визит руководства Могилевской области в демонстрационный центр Skyway, во время которого официальные лица в составе международной делегации ознакомились с достижениями проектной организации и стали свидетелями тестовых прогонов юнибайка. Делегация «ЗАО Струнные технологии» вернулась из Индонезии, где инновационный транспортно-инфраструктурный комплекс Skyway был представлен гостям и участникам международной выставки и конференции железнодорожных технологий Railway Tech 2017, а также бизнесу и государственным структурам региона. Мы поговорили с одной из участниц данного форума, начальником отдела международного сотрудничества нашей компании Анастасией Ляко, которая рассказала о том, как прошел этот международный смотр рельсового транспорта. На сегодня это были все новости. С вами была Дарья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok